Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте, Одноклассниках и уважаемые подписчики на мой канал на Ютубе. С вами программа Проверим и автор-ведущий Павел Аверин. Я проверял, как работает фонд отделения в Рязани, фонда Спаси Жизнь. Специально сделал паузу, чтобы выпустить короткий, но емкий сюжет о работе этого фонда, который, кстати, объединился с русской общиной, а руководители этих двух движений в Рязани, Светлана и Виталий Осиной, объединились давно в одну дружную семью. Можно быть добрым, можно быть добреньким. Когда-то, еще в школьные годы, я услышал выражение «Легко объясняется в любви ко всему человечеству, ты полюби своего соседа. Сегодня Всемирный День Доброты. Будьте добрее и спешите творить добро, как это делает Светлана Осина со своим отделением фонда Спаси Жизнь». Фонд работает с 2011 года в России, является организатором общероссийской благотворительной программы помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям и детьми. За время работы спасено более 19 тысяч жизней младенцев, более 100 тысяч семей получили помощь. В Рязани центр гуманитарной помощи открылся в июне этого года. За это время у нас на обслуживании мы помогли более 80 семьям. Сейчас пологи до абортного консультирования, и уже порядка 10 женщин с нашей помощью сохранили беременность. Вы мне поняли, чем мы можем вам помочь. А не так, что у вас есть, то возьмем. Вот вы мне расскажите, какая сейчас на данный момент вам нужна помощь, на данный момент жизни. Понимаете, я бы не называла никакой случай типичным, потому что трудная ситуация, она складывается каждая отдельно, они по-своему очень сильно отличаются. Но больше всего бывает так, что женщина остается одна, муж не проявляет никакой активности, либо он вообще пропадает. И вся забота о детях, о материальной помощи ложится на нее. Тем более, если получается, что ребенок инвалид, или какие-то болезни у родственников, у детей, все это тянет на себе женщина. Естественно, средств не хватает, и даже сил душевных и физических не остается. И если мы можем этой женщине немножечко помочь, какие-то расходы, заботы взять на себя, это хорошая помощь. Ваш у меня записан? Да, да. Вот, по поводу коляски мы с вами уже ближе тогда, как получится, забрать ее. Вам ее привезут. Вам, наверное, позвонят, но вы каждый день дома, да? Конечно. Вы никуда сейчас не денетесь, точно. Пока полностью подпитка материальная идет из федерального центра. Это наша главная организация в Москве. То есть там большие благотворители. Мы являемся участниками президентской программы, получаем федеральные гранты. Вот, в Рязани очень много людей откликнулись на призыв помочь нашим подопечным. То есть люди несут мебель, вещи, какие-то предметы гигиены, закупают продукты, делятся детским питанием. И я надеюсь, что найдутся благотворители, которые будут оказывать материальную помощь. Мы сможем конкретно покупать, допустим, продукты для наших подопечных, какие-то большие закупки делать, помогать с ремонтом или что-то нужное, необходимое для них приобретать, чтобы они могли вот этот трудный период пережить. Да мне хорошо, хорошо, без вопросов. Все. Вот, а я тогда потом... ...которая лежит в больнице. Ну и вообще сейчас жизнь, что-то ученивает. Муж за год похоронила. Вам что-то требуется в вашей жизни от нас? Вот наш фонд благотворительный, помогает женщинам в сложной ситуации. Вы видите, опять-таки, вам подсказка. У нас тут одежда есть. Предположим, если вам эти вещи нужны, мы можем помочь в этом. Но вы должны мне объяснить, чем я могу помочь вам. Как я вам помогу, если я не знаю, чем? Чем помочь, не знаю. Ну, вы подумайте, посмотрите. Мы можем предоставить одежду какую-то. Вот. То есть, если сложная ситуация, можем раз в месяц оказывать там продуктовую помощь, гигиенический какой-то набор. Вот. То есть, вы когда шли, вы понимали, да, что вам нужно? Вы сейчас сформулировали, что нужно? Не будет. Пока не получается. Да я что-то пока... Потерялись. Да я на дисциплисантах все же я пока не очень. По поводу реабилитации, мы ведь всех помощь. Просят помощи именно в реабилитации, когда сын придет в себя, чтобы потом от алкоголизма его в какую-то организацию оформить, или проходит реабилитация. Я поняла. То есть, вам нужна информация о какой-то... Может, вы знаете как-то, да. Спонсор спрашивает. Нет, мы не знаем, но мы можем спросить. Собственно, да, вы телефон оставите, и я по коллегам поспрашиваю, и, я думаю, найдем. Это даже не синтез. Эти две организации... Во-первых, это не организация. Это движение. Вот. В отличие от нашего фонда, это движение русских людей для объединения их. Вот. И мне кажется, я бы не сказала, что это синтез. Это изначально были движения и программы, которые объединили бы людей для того, чтобы поднять русское движение, чтобы сделать сильной Россию. Ведь убийство детей в очреве, оно, естественно, складывается, влияет на наше будущее, на наше будущее поколение. И государство, которое сейчас убивает детей, оно обречено на вымирание. И поэтому мальчики, это русская община, сильные, смелые, крепкие. Девочки, это спаси жизнь. Вот как мама и папа. И вместе мы имеем там большую силу соберем. И, я думаю, поможем возродить государство и силу русского народа в своем государстве. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok